В середине дня 2 октября в Нижегородской области на пульты дежурных частей МЧС и полиции поступило около 25 звонков о заложенных взрывных устройствах. В дежурную часть МЧС Кстова первый звонок поступил в 11.01. После этого эвакуировали здания администрации. Через час сообщили о взрывном устройстве в помещении налоговой полиции района, а в 14 часов начали эвакуировать людей из торгового центра МЕГА. В Нижнем Новгороде в первой половине дня такую картину можно было наблюдать у крупных административных строений. Здесь три организации. Здесь федеральное казначейство, Приволжский институт повышения квалификации ФНС Россия и Министерство Нижегородской области. Сегодня утром включили работу. В начале 12-го был сигнал пожарной тревоги с оповещением. Сначала подумали, что это учебное. Ну, как бывает, происходит. Потом прошли сотрудники МЧС и просто всех повыгоняли с кабинетов. Некоторые даже вещи не успели забрать. Поступила заявка, что в этом здании, здание заминировано, заложена бомба. На данный момент выкурены из здания 400 человек, отцепление и предварительное развертывание. Сейчас дожидаемся сотрудников полиции для осмотра данного здания. С собаками кинологи ли это? Да, с собаками кинологи. Из-за сообщений о взрывных устройствах в Нижнем Новгороде было эвакуировано около десятка школ. Это первая гимназия на площади Минина. Сейчас нам только объявили, что пожарная тревога и всех эвакуируют. Но я своих забрала, у них первая смерть закончилась. Нам сказали брать куртки сначала, а потом сказали спускаться и одевать куртки. А не сказали почему? Нет. Нас просто взяли и увели. Мы слышали, что какая-то бомба есть, но учитель сказал, что учебная, но не знаю, вряд ли на учебной тревоге будет пожарная машина. На самом деле сейчас у второй смены должны быть уроки, но так как нас сейчас эвакуируют по слухам, уроки еще не закончились. А вот такую картину можно было наблюдать на улице Минина. По данным информагентств, учебный процесс был прерван в четырех вузах. 13 торговых центров было эвакуировано. Взрывные устройства искали в Нижегородском Кремле, аэропорту Стригина и на железнодорожных вокзалах в областном центре в Держинске-Шахунье-Семенове. По информации наших источников, ситуация в Нижегородской области – это продолжение истории с анонимными звонками о минировании объектов в крупных городах России, которая началась еще в середине сентября.